Здравствуйте, коллеги! Я рад вас приветствовать. Мы будем говорить о рынке симулякров, все, что с этим связано. Вас ждет сегодняшняя лекция. Что существенно? Что мы приходим к трансформации рынка, где господствовали обособленные производители, где спрос формировал предложение, где потребитель был всегда прав, где задачей было угадать, даже не учесть, а угадать будущий спрос на товар. Мы приходим к качественно другому рынку, где производитель крупной корпорации манипулирует всеми остальными акторами при помощи маркетинга и пиара, в частности рекламы и других методов, и где навязывается определенный вид товаров, которые выгодны производителю, и спрос формируется, а не только и не столько учитывается. В данном случае мы приходим к тому, что вот эта деятельность позволяет преодолеть ограниченность рынка реальных товаров и услуг, удовлетворяющих реальные потребности, и сформировать рынок симулякров. Слово симулякров, вообще говоря, заимствовано из постмодернистской философии, в частности из работ Бадрияра, ну и не только, и он показывает, что симулякор, ну в целом постмодернизм, скажем так, это знак, который не имеет того, что он обозначает. Если нормальный знак обозначает реальное явление, ну скажем, фотография, есть знак человека, да, так сказать, некое отображение человека, то симулякор это знак, за которым ничего не стоит. Вот самый простой пример, я сейчас выздоравливаю, поэтому болезнь еще не ушла, чихаю немножко, может быть кашлять буду, извините за такой вариант нашего общения. Но тем не менее, бывают не настоящие больные, а больные симулякры. Вот он там градусник как-нибудь потер, если он ортутный или что-нибудь с ним придумал, там в чайник, в чашку с чаем опустил, температура 39, изображает кашель, я не знаю, накапал капельки себе на лоб, чтобы испарено было. Получился симулякор больного, симуляция болезни. Врач пришел, посмотрел, болеет. А болезни на самом деле нет. Вот симулякор это феномен, который делает вид, что там что-то есть, а там ничего нет, или есть совсем не то, что он обозначает. Так возникает особый вид симуляции. Существуют, правда, еще и симулякры симулякров, когда симулируют то, что обозначено в симулякре. Но мы так далеко заходить с вами не будем. Оставим это на долю постмодернистских философов. Откуда возникает вообще производство не товаров, а их знаков, да еще к тому же знаков, за которыми не скрыто никакого содержания? Прежде чем ответить на этот вопрос, я позволю себе несколько примеров, которые, возможно, у вас вызовут не слишком позитивную реакцию, но что делать? На картинке вы видите такую смешную игру, где на банке с квасом приляпана этикетка Кока-Колы. Вот в данном случае это симулякор, но симулякор смешной, игра, которая призвана показать, что это такое. На самом деле симулякор возникает не в этом случае. Симулякор возникает, когда вам реклама рассказывает, что если вы выпьете вот этот напиток, в основе его раствор ортофосфорной кислоты и жженый сахар. Так вот, поглотив этот напиток, к вам сразу придет праздник, да? Один вариант, я его приводил две недели назад, реклама. Второй вариант рекламы, вы станете принадлежать к особому поколению, поколению Пепси. Ну, где-то был, извините, такой грустный шарж в интернете, что я никогда не буду по-настоящему счастлив, ибо по-настоящему счастлив только тот человек, который купил туалетную бумагу с размокающей втулкой. Вот это все было бы немного же смешно, и хотелось бы улыбнуться, но, к сожалению, это реальные примеры симулякров, когда знак обозначает то, чего нет на самом деле. Я не думаю, что человек испытывает счастье от чего-либо из приведенных выше примеров. Если говорить более строго, то мы попадаем в пространство, где создается в качестве товара, продаваемого на рынке, знак, не имеющий обозначаемого объекта. Возникают товары симулякра. И в результате возникает новая природа стоимости, потребительной стоимости, и отношений между людьми, и отношений фетишизма. Еще несколько слов о примерах товаров симулякров, уже из не области рекламы, а области реалий. Один пример я люблю приводить, он относительно недавно, я относительно недавно стал его свидетелем. Международный аэропорт, по-моему, Шереметьево, бутик, продаются сумочки, на какой-то обычной сумочке висит очень симпатичный брелок с собачкой. У меня жена любит собачек. Я решил купить ей сумочку с таким красивым брелком. Подошел, смотрю, цена приделана к брелку, что-то порядка 60 или 70 долларов, я уж не помню, в общем, где-то. Приличная сумма, ну, думаю, ладно, в конце концов, шикарная сумочка. Говорю, вам как в долларах платить или в евро, достаю там 3,20 долларов бумажки, как я из-за границы США летел. Говорит, а что вы, собственно, хотите брелок купить? Я говорю, ну, сумочку. Говорит, это брелок стоит 60 долларов. Я говорю, а сумочка сколько стоит? Ну, если перевести в рубли, то 220 тысяч. Я говорю, что? 220 тысяч рублей сумочка. Я говорю, она что, сделана из кожи какого-нибудь гениального крокодила, получившего Нобелевскую премию, что у нее такая цена? Нет, говорит, ну что вы, молодой человек. Ну, мне понравился свой молодой человек. Каждый раз, вот вспоминаю, улыбаюсь этому. Это, говорит, просто сумочка от Луи Виттон. Говорю, и что? Ну, как вам я, я, я и сказала продавщица? Неужели вы не понимаете, какое счастье вы подарите женщине, если она будет знать, что это сумочка Луи Виттон? Ну, у меня жена, видимо, нормальная женщина. Она счастье от того, что у нее на сумочке будет прилеплен, как-то изнутри какой-нибудь этикетка Луи Виттон испытывать не в состоянии. Поэтому покупка, как-то, симпатичного брелка, который без сумки не продавался, да и вряд ли брелок я бы все равно стал покупать за такие деньги, все это не состоялось. Этот пример был бы смешной, если бы не было реальности. Реальности формирования сумочки, в которой главная составляющая цены, это знак, а не та пластмасса, ну, пластик какой-то, из которой сделана сумочка, подкладка и все, что там присутствует. В результате мы получаем совершенно новую экономическую реальность, где производится, продается и покупается не товар и не услуга, а знак, за которым не стоит того, что он обозначает. За знаком Луи Виттон стоит сумочка, возможно, несколько более высокого качества, чем обычная сумочка, но в любом случае, вряд ли это качество обуславливает цену в сто раз выше, чем у обычной сумочки. Вот так я хочу поставить проблему, а дальше перейти к более таким тонким моментам. Итак, первое, что мы фиксируем, что продается не товар, а знак, не имеющий обозначаемого объекта, то есть это симулякор. Второе, что здесь возникает новая природа стоимости. Это стоимость знака, а не стоимость самого товара, который как-то связан с этим знаком. И вот этот знак продается, и, соответственно, если стоимость, а в рамках марксизма стоимость – это абстрактный общественный труд. Итак, если стоимость – это абстрактный общественный труд, то какой труд затрачен на создание стоимости, на создание знака? Ну, в строгом смысле слова, это труд, который стоимость создать не может, это труд по созданию превращенной формы, но, тем не менее, это именно труд. Это труд, который создает потребность покупки товара симулякором. Тут мы переходим в область потребительной стоимости, а потом снова вернемся к стоимости. В чем потребительная стоимость товара симулякор? В том, что эта сумочка удивительно, фантастически удобная. Бесконечно долговечно вы ее сможете носить 20 лет, передать по наследству дочке, а дочка передаст ее по наследству внучке. В чем? В том, что она безумно красивая, великий художник создал ее, использовав бриллианты изумруды для ее отделки. Нет. Полезность этой вещи состоит в том, что человек, обретший такую сумочку, чувствует себя счастливым, а все остальные понимают, что это великий человек, потому что у него сумочка Луи Виттон. Ну, или джентльмен, который приходит, давайте оставим девушек в покое, приходит куда-нибудь, и у него на руке часы, не будем уже называть никакие фирмы, ну, чтобы никого не оскорбить и не заниматься антирекламой, еще суд подрастет кто-нибудь на лекции Бузгалина. У него часы какой-нибудь Беттлер. Эти часы стоят всего 100 тысяч долларов. Ну, есть и за миллион, говорят, ну, оставим их в покое. И все понимают, что если у него часы за 100 тысяч долларов, значит, он сам стоит наверняка не один миллион долларов. То есть, это знак, который обозначает определенный статус человека. Для того, чтобы этот знак обозначал статус человека, его надо создать именно как такой знак. А у человека надо создать потребность в таком знаке. Иными словами, потребительная стоимость товара-симулякра удовлетворяет симулятивную потребность, которая создается в результате особого труда. И точно так же, как у любого товара, есть конкретный труд, который создает потребительную стоимость, и абстрактный, который создает стоимость. Здесь тоже есть конкретный труд, который создает этот знак. Но это не труд часовщика или того, кто делает сумочку. Это труд того, кто делает рекламу, того, кто делает пиар-продукты, кто участвует в целой серии действий, призванных навязать потребителю потребность вот в этой сумочке или в этих часах, или еще в чем-нибудь похожем. Ну, или в пиджаке, на лацкане которого, ну, точнее, на подкладке которого, даже не на лацкане, на подкладке которого написано какой-нибудь шмос или телембос, или тье, или белье, или еще какое-нибудь, не знаю, обозначение. Да? Я специально не называю брендов товаров. Итак, существует конкретный труд по созданию симулятивной потребности, которая не обеспечивает реальное удовлетворение человеческих нужд, не обеспечивает прогресс личностных качеств, не обеспечивает развитие технологий, не обеспечивает прогресс человечества, общества, навязывается потребность, затем создается знак, который призван удовлетворить потребность, фиктивную симулятивную потребность, и дальше труд, который создает вот эту симулятивную потребность и знак становится основанием для формирования цены этого товара и такой квази-стоимостью, иррациональной формой стоимости. Здесь возникает к тому же удвоение фетишизма. В каком смысле? Вообще рыночная экономика – это экономика, в которой господствует товарный фетишизм. То есть товар становится не просто вещью, которую вы производите, продаете, покупаете, потребляете. Товар превращается в вещь, которая замещает человека. Вы человека воспринимаете как носителя вещи, как придаток к вещи. Вещи, которые на нем надеты. Вещи, в которые он ездит. Вещи, которые являются результатом его деятельности. Денег как вещи. Если человек миллионер, значит, это хороший человек, талантливый человек, предприимчивый человек, интересный человек и так далее. Жених замечательный или невеста прекрасная. А если миллионер в долларах, естественно, надо уточнить в России. А если нет, то, соответственно, это человек никудышный, неудачник, лузер. Ну, дальше не буду использовать некрасивые термины современного сленга. В последнем случае мы можем говорить о денежном фетишизме. Но если раньше фетишом был действительно более дорогой товар, то есть, скажем, я не знаю, сюртук из великолепного сукна, которому пришиты золотые пуговицы, на котором висит золотая звезда с бриллиантами. То есть, здесь действительно более дорогие товары, в которых воплощена большая стоимость, это вещи, на которые затратен труд на производство этих вещей, абстрактный, вообще, если необходимый труд, они были фетишом, показывающим на статус человека. По человеку судили о качестве сукна на сюртуке, о величине бриллианта в звезде, которая висит там у него на шее, если это какая-нибудь звезда, я не знаю, по количеству золота на пуговицах или еще чему-нибудь похожему, то сегодня на место всего этого приходит этикетка, на которой написано какое-нибудь тье, тье, извините, шмос или телембос. Тем самым происходит удвоение фетишизации. Если раньше фетишом была вещь, которая замещала человека и подчиняла себе человека, причем вещь-товар, вещь-деньги, то сейчас становится таким фетишом знак вещи. В ряде случаев им становится даже знак денег. Вот, скажем, вторичные и третичные деривативы, это симулякор денег. В результате возникает вот такая история, с которой мы имеем дело. Давайте пойдем дальше. Где и как проявляются эти феномены? Займемся немножко феноменологией симулятивных товаров. Вот, достаточно понятно, что в Кока-Коле есть сколько-то разумное качество, разумное качество, наверное, смешное выражение, сколько-нибудь полезное качество этого напитка. В какой-то мере, предположим, это полезный напиток, а в какой-то мере это продукт рекламы. Но тут соотношение не так очевидно. Роллс-Ройс – это автомобиль или симулякор? Ну, у него есть некоторые качества отличающие его от обычного автомобиля. Он, ну, давайте возьмем что-нибудь попроще. Роллс-Ройс в некотором смысле произведение искусства, наверное, надо оставить это стороне. Ну, вот какой-нибудь большой Мерседес, Мерседес 600, скажем. Он больше, там сзади больше места для пассажира. Ну, процентов на 30, наверное, чем в обычном каком-нибудь Вольксвагене Пассат. Или, я не знаю, Вольксваген Гольф. Он разгоняется до 100 км в час, наверное, немножко быстрее, чем Вольксваген, ну, пусть они производятся и тот, и другой в Германии. Хотя я лично не уверен, что намного быстрее. Ну, наверное, на там, одну-две секунды может быть быстрее. Он может двигаться по шоссе со скоростью не 180 км в час, как Вольксваген, а, наверное, 230-240. Учитывая, что в цивилизованном мире ездить со скоростью больше 130 км в час нигде нельзя в принципе, ну, может, 150 с нарушением, да, разницы никакой. Я лично однажды ехал по Бельгии, был много лет назад, на малолитражке, не помню уже какой фирмы, в которой сидел пять человек с рюкзаками, там, сумками, по мокрому шоссе. Мы опаздывали на самолет, там надо было улетать, мы из загородного конференции ехали. И веселый малый гнал со скоростью 150 км в час. Большинство Мерседесов, на которые ехали порядочные люди и других автомобилей, мы обгоняли. Они ехали со скоростью 130, не решаясь нарушить правила. Ну, это так, в качестве шутки, да? Хотя вполне реально. Ну, в общем, качество Мерседеса, конечно, лучше. И на него явно пошло больше труда, материалов, там, полированным деревом где-то что-то делал, наверное, в каком-нибудь Мерседесе. Я думаю, что он стоит в два, ну, может быть, в три раза дороже, чем Volkswagen Passat. Вот по производству. Но реально-то он стоит в 10 раз дороже. Это хорошо, если в 10 раз дороже, наверное, да? Я, честно говоря, не знаю, сколько стоит Мерседес 600, никогда не обращал на это внимание. Ну, думаю, не меньше, чем там 150 тысяч долларов или евро, или что-нибудь в таком духе. машинка стоит в Европе 10-15 тысяч евро. Такая небольшая. То есть, процентов 20-30 – это более высокое качество, процентов 70 – это уже что? знак. Но это очень такая косвенная оценка. Вот мы подходим к пониманию брендов, в котором есть более высокое качество и есть симуляция, симулякор. Но к бренду мы еще вернемся. Это очень важный компонент для экономистов особенно. А сейчас я хотел обратить ваше внимание на финансовые деривативы. Это, с одной стороны, ценные бумаги, и даже их включают в денежный агрегат М3. Для профессионалов это что-то говорит, для профессионалов не говорит ничего, поэтому я и говорить ничего не буду. Но эти деривативы в условиях финансового бума являются весьма выгодными ценными бумагами, которые приносят вам даже прибыль. А в условиях финансово-экономического кризиса превращаются в ничто. Даже не в бумагу, потому что они бумагой как таковой, собственно, и не являются. Существует, скажем, симуляция экономического развития, когда в экономике растет бесполезный сектор. Сектор, в котором создаются вот те же самые симулякры, сектор, в котором создаются услуги бюрократов, которые обслуживают сами себя, финансовых спекулянтов, которые обслуживают других финансовых спекулянтов и наивных граждан, на которых они наживаются, и так далее и тому подобное. Это симуляция развития, потому что валовый внутренний продукт увеличивается, но прогресса человеческих качеств здесь нет. Есть очень интересный вопрос о том, насколько военно-промышленный комплекс является симулякром безопасности, а насколько является просто средством получения сверхприбылей за счет государственного бюджета, то есть за счет нас с вами. Дальше вы можете посмотреть работы на эту тему. Самира Амина, Бадрияра, ну, прежде всего, наверное, Бадрияра, Номи Клайн. У Клайна замечательные работы по рекламе и манипулированию потребителем. Ну и Дэвид Коцетт, скорее автор, пишущий о макроэкономической динамике неолиберального капитализма, в котором вот существует такого рода проблема. Давайте пойдем дальше, коллеги. В пространство симулякров включается и культура, где формируются совершенно другие принципы общественной жизнедеятельности и духовное пространство. Здесь возникают дилеммы, которые представил Эрих Фром, иметь или быть, где возникают симулятивные цели и ценности, в частности, те же самые товары-симулякры или, как сказать, финансовые деривативы. Симулякром свободы слова является современная модель организации медийного пространства и распространения информации, где реально существует система отношений и манипулирования акторами этого пространства со стороны крупнейших корпораций и государственных служб, а также спецслужб. Шоу-бизнес, масс-культура, это термин, имеющий двоякое значение. Масс-культура как низкокачественная культура, скажем так, не культура, и масс-культура как культура масс. Эти значения пересекаются и создают некоторые недоумения. Поэтому, наверное, в отличие от слайда, лучше было бы использовать термин шоу-бизнес, который в большинстве случаев создает не культурные ценности, рождающие у человека катарсис и прогресс его личностных качеств, а денежный доход, и все это является симулякром искусства. Можно почитать Жака Дориду, Эриха Фрома и работу Джемисон, как раз посвященную позднему капитализму и миру симулякров, и в целом постмодернистской деконструкции мира культуры. Вот так мы попадаем в пространство мира симулякров, и сейчас посмотрим, поскольку это курс для экономистов все-таки, в первую очередь, на феномен сбрендившей экономики. Я позволю себе поиграть в модели, потому что то, что будет представлено, это символы, обозначающие определенные соотношения, за которыми не стоит никаких цифр. То есть это формулы, которые формулами не являются. Это игра в математизацию, но игра, которая, может быть, будет вам полезна, поскольку сегодняшние студенты, да и не только студенты, очень любят всяческие формулы и математические модели. Я не исключаю, что за этими простейшими обозначениями могут быть затем найдены реальные числовые значения или определенные математические модели, которые позволят сделать из этой картинки реальную формулу, а так это нечто, напоминающее симуляцию, наверное, науки. Можете посмеяться вместе со мной над тем, что я сотворил. Итак, попробуем оценить меры сбрендившей экономики, меры сбрендивания, меры того, насколько экономика сбрендила. Кстати, термин сбрендившая ввел один из студентов. К сожалению, потерял фамилию, он выступал на конференции, не успел зафиксировать. Кто-то из регионов. Это качество, точнее, это симулятивная полезность товара в соотношении с реальной полезностью товара. Ну, как вы знаете, полезность ни в чем, кроме денег, измерять нельзя, а деньги измеряют весьма косвенно. Игра в утиле осталась игрой неоклассических, экономистов-неоклассиков, поэтому это именно такой символический вариант формулы. Можно попробовать посчитать количественную характеристику того, насколько экономика сбрендила. Это будет соотношение стоимости товара симулякра, товара бренда, со стоимостью, ну, точнее, не стоимостью, давайте, цены, наверное, правильнее было бы сказать, все-таки соотношение цены товара симулякра и затрат труда на его создание, здесь уже можно говорить о неком аналоге стоимости, хотя и рациональной стоимости, ложной социальной стоимости, если говорить строго словами Маркса, есть у него такое выражение, ложная социальная стоимость. Так вот, цена товара симулякра с одной стороны, и цена товара, аналогичного по качеству, но не являющегося брендом. Ну, предположим, что в России сделали Волгу, которая по качеству ничем не отличается от Мерседеса, поставили ее на конвейер и продают. Я думаю, что ее цена будет в разы меньше, чем цена Мерседеса. Правильно? Так сказать, вот здесь есть как раз та самая разница, которая и показывает меру того, насколько экономика является сферой производства симулякров. Можно то же самое оценить с точки зрения прибыли. прибыль, которая дает реализация товара симулякра в соотношении с прибылью, которая дает реализация аналогичного по качеству товара, но не являющегося S-товаром. Вот эти картинки позволяют показать некоторые парадоксы с брендившей экономики и показать некоторые количественные характеристики того, о чем мы говорим. В качестве постскриптума я хотел бы поговорить о возможных альтернативах миру симулякров и производству того, что мы называем симулякрами. Итак, представим себе, что мы рассматриваем не только экономику в данном случае, а рассматриваем широкое пространство общественной жизни и посмотрим на некоторые феномены, которые в данном случае являются принципиально важными и отчасти являются альтернативами вот этому симулятивному пространству. Ну, я бы начал со второго дефиса в нашей презентации, а именно о социальной ответственности бизнеса, социально ориентированной экономике, социальном государстве и всем том, что связывают социал-реформизмом в современном мире. Я привожу обычно примеры Скандинавии и позволю себе сейчас их напомнить, но потом обязательно вернусь к проблемам стран Латинской Америки, где тоже осуществляется, не всех, некоторых стран Латинской Америки, где осуществляется социально ориентированное развитие, хотя экономика в целом остается рыночно-капиталистической. Итак, прежде всего, характеристика, которую вы, наверное, от меня уже слышали. Ситуация, когда в стране перед парламентом парковка заполнена велосипедами. Первый раз я с этим столкнулся в Дании, в Копенгагене, меня пригласили на встречу с одним из членов парламента от фракции красно-зеленых, и меня поразило то, что практически не было дорогих машин, бездна велосипедов, когда подъехал огромный Мерседес и джип, ну, видимо, с охраной, мне показали, вот, смотрите, кто-то из России или Украины, наверное, прилетел навстречу. Я говорю, почему? Ну, у нас никто на такой машине не приедет, это же неприлично. Меня поразила формулировка, это неприлично. То есть, не то, что невозможно, это неприлично. Если вы посмотрите на машины даже в Стокгольме, где меры социализации ниже, чем, скажем, в Дании, в Копенгагене, еще ниже, еще больше это меры в небольших городах вот этих стран социал-демократической моделью, то вы заметите, что дорогие машины там, это такси. Вот такси, это Мерседесы, Вольво, ну, какие-то их аналоги, близкие к бизнес-классу, наверное, так называется, да? Я небольшой специалист в этой сфере, а люди ездят на малолитражках. У меня в городе Мальме, в Швеции, была встреча с мэром этого города, я об этом в одной из своих лекций рассказывал. Мальме, это третий по масштабам город Швеции, туристический, промышленный центр, финансовый центр, проходил европейский социальный форум, встреча активистов профсоюзов, экологических, образовательных, женских, молодежных движений со всей Европы. Огромный такой форум, тысячи и тысячи организаций, семинаров, конференций. Мэр города устроил прием для лидеров этого форума организаторов, ну вот я был в числе приглашенных, ну и поскольку я там был, наверное, самым старым, в основном была молодежь всяческая, публика, который прибежал туда в джинсах, хорошо, если нирванах и футболках, я единственный пришел в пиджаке, не знаю, по какому случаю он на мне оказался, может прохладно было. Ну, видимо, мэр решил поговорить с кем-то, кто выглядит так посолиднее. Мы разговорились, я ему рассказал, что как у вас хорошо, никаких пробок в городе, общественный транспорт прекрасный. Я говорю, вот в России проблемы, пробки, да еще, когда руководство едет на работу, то все движение перекрывают и проехать невозможно вообще. Он говорит, а почему? Я говорю, ну как, я говорю, вот министр или мэр едет на работу, ну и что? Говорю, ну как, я говорю, на улице останавливают движение, делают зеленый свет. Задумался, говорит, я, наверное, что-то не понимаю в вашем английском. Я говорю, ну английский у меня несовершенно, я говорю, но я говорю именно об этом. Это что, вот перекрывают дорогу, останавливают машины? Говорю, да. Ой, вы знаете, я пешком хожу на работу. Я вспомнил, что лидер Швеции, Олаф Пальми, один из величайших, наверное, политиков мира, ходил в кино со своей женой, тоже пешком. Правда, закончился трагически, его убили, но, как известно, президента Кеннеди тоже убили, хотя он пешком в кино не ходил. И охрана была безумная. Да и у нас случаются ЧП даже с высокоохраняющими лицами. Я имею в виду не Россия, а мир в целом. Под словом нас. О чем я? О том, что существует даже другой капитализм. С тем же самым я столкнулся в Венесуэле, чтобы меня не обвиняли в том, что я говорю исключительно про скандинавскую модель. Мне доводилось беседовать с министром труда, встречаться с руководителями будущей плановой комиссии. Они создавали школу планирования, пригласили меня как человек, который занимался этими проблемами долгое время, с серией лекций. Встречался с разными людьми, но вплоть до Чавеса, мы про встречу с Чавесом был круглый стол интеллектуалов и художников, такая открытая дискуссия. Ну, Чавеса, правда, охраняют, то есть он ездит на какой-то машине, да, там. Все остальные с министром труда мы сидели в каком-то ресторанчике, очень простой дядька в Ветровке, с одним из лидеров предприятия ПДВС, это крупнейший нефтеперерабатывающий, да даже не комбинат, серия комбинат, крупнейшие предприятия Венесуэлы, в нефтяной отрасли, а нефть Венесуэлы, это, как сказать, снабжение огромного региона, этой нефтью, сравнимы с крупнейшими нефтяными корпорациями России. Тоже очень милая дама, как сказать, сидели в обычной таверне, в прошлом лидер, как сказать, профсоюза. Очень много мер, направленных на социализацию, большая роль местного самоуправления, профсоюзы очень сильные, то есть социализированный капитализм. Может ли вот такая система быть альтернативой неполной, частичной, реформистской, но все-таки прогрессивной для мира симулякров и в целом для капиталистической системы? Могут ли люди жить, ориентируясь не на ценности, сбрендившие экономики, а на ценности достаточно реальные, в том числе люди, творческие, занимающие высокие посты, осуществляющие высокую деятельность, ну и распределяющие большие ресурсы. Министр труда Венесуэлы это огромные потоки финансов, это миллионы людей, которые зависят от его решений. Тот же мэр третьего по размеру города Швеции, я думаю, это сотни миллионов, если не миллиард евро годового бюджета, не самые маленькие деньги. Совершенно другой образ жизни. Кстати, потом, когда мы с ним говорили, я спросил, вы сейчас домой пешком тоже пойдете? Он засмучался, говорит, нет, меня жена заберет, мы поедем на дачу к приятелю. Я уже не выдержал, говорю, а какая у жены машина? Говорит, Volkswagen Polo. Вот я почему использовал Volkswagen Polo, я запомнил словом с той пары, что бывает такая модель машины. Потом я посмотрел, ну небольшая машинка, наверное, чуть получше, чем Lada какая-нибудь, Гранта или Шманты, я не знаю, какие там Lada бывают, я в них плохо разбираюсь. Вот. И это реформистская модель, которая развивается в рамках определенной экономики. Что-то похожее пытается делать относительно левый, умеренно левый президент сегодня в Мексике. Ну там это скорее смесь социал-демократии, социал-либерализма. Президент Боливии до тех пор, пока там не произошел, ну почти что государственный переворот, а может даже и государственный переворот, тоже не имел личного самолета и пытался обеспечить вот такую социально-ориентированную модель развития экономики, рэншно-капиталистической экономики в условиях власти, в общем-то, левого лидера. Он был лидером движения к социализму. Сейчас новый президент Боливии это снова представитель движения к социализму. То есть это реформирование капитализма, социальное реформирование капитализма, социально-ориентирование реформирования капитализма. В одном случае в Скандинавии при власти прокапиталистических сил, ну даже если это социал-демократы, то в любом случае это капитализм, это представители капиталистического буржуазии, это буржуазное государство. В условиях Латинской Америки, Венесуэлы, Боливии, до этого Никарагуа, до этого были похожие попытки в других странах Латинской Америки, отчасти правительство Лулы в Бразилии, до этого были похожие попытки в странах Африки, в Азии. В этих условиях мы можем говорить о социальном реформировании капитализма. Прогрессивно это социальное реформирование капитализма, может оно стать альтернативой вот этим товарам. Я просто пытаюсь найти альтернативный момент. В этом случае, возвращаемся к первому дефису, гражданское общество становится уже не инструментом подчинения людей власти капитала, так о нем писал Антонио Грамши, оно становится чем-то другим, оно становится с формой организации граждан с целью реализации вот этих социально ориентированных преобразований, которые в перспективе приводят к качественным изменениям. На это же направлена система форм демократии, которую на Западе называют grassroot democracy. На русский перевести сложно, демократия корней травы, grass-трава, растущая снизу демократия. Демократия, базирующаяся не на политическом манипулировании, не на политических технологиях, а на реальном участии граждан в деятельности профсоюзов, экологических организаций, местного самоуправления и так далее. В этом же направлении работает прямая демократия. Здесь крайне интересен опыт Исландии, где граждане сформировали конституцию, где проходит масса референдумов и так далее. Вы скажете, это маленькая страна. Ну, давайте попробуем в России, в маленьком городе провести такую модель социального управления хотя бы городом. Хотя, на самом деле, вопрос здесь не в размерах, вопрос в той модели, которая используется для управления. Ну и есть предложение альтернативы вашингтонскому консенсусу на мировом уровне. Это альтерглобалистское движение. Если вам интересно, на YouTube-канале Альтернативы, на сайте Альтернативы выложена видеозапись моего доклада на клубе, на семинаре факультета глобалистики МГУ. Очень интересный международный семинар. После доклада было 30-40 вопросов. Большая дискуссия. Посмотрите на этот материал. Тем самым мы можем поискать альтернативы миру симулякров, миру рынка и в целом даже миру капитала. Но это альтернативы частичные реформистки. Завершая этот разговор, я скажу, что реально избавиться от симулякров можно тогда, когда мы избавимся от капитала. Избавиться от капитала, это значит перейти к процессу снятия товарных отношений и рынка. И поэтому, в конечном итоге, это альтернатива и царству необходимости, и рыночно-капиталистической, общественно-экономической системе, капиталистическому способу производства. Внутри капитализма симулякры можно потеснить при помощи вот тех изменений, о которых я говорил, реформистских изменений, но избавиться ни от эксплуатации, ни от товарного фетишизма, ни от фетишизма симулякров и их производства в полной мере не удастся. Как не удалось от них избавиться ни одной скандинавской стране, даже в странах Латинской Америки с левыми государственными интенциями симулякры оставались у власти и не во всем обществе, но в значительной части общества господствовали. В качестве последнего маленького эпизода, пожалуй, расскажу о некотором примере диалектики количественных и качественных переходов. Я его использовал уже в лекциях на YouTube-канале Альтернативы, когда мы говорили о качественной трансформации льда твердого тела в жидкость, воду. И там, и там основа химического соединения формула H2O, но в первом случае твердое тело, а в втором жидкость. Трансформация может идти радикально, взрывообразно, как ледоход на бурной реке, а может быть постепенной, как таяние льда в лесном озере, но в любом случае это будет качественный скачок. Вот об этом же идет речь и применительно к реформам, которые могут подготавливать качественные изменения. И затем уже после победы левых сил может сохраняться ситуация, когда много льда, много льдин будет в очень холодной воде, но это будет уже вода, в которой плавают льдины, а не лед, на котором много луж. Вот диалектика трансформации социального капитализма в ранний социализм, это вот диалектика трансформации подтаявшего озера, точнее замерзшего, оно подтаявшего озера, в озеро, где в воде плавают льдины.